Обычная наша рутинная процедура, что предшествует созданию календаря на каждый сезон. Это распоряжение президента Лиги делать как минимум три варианта календаря. Во главе угла, конечно же, у нас стояли структура дивизионной конференции. И честно вам скажу, вначале мы вариант с двухкруговым турниром не рассматривали. Но затем вмешались, понятно, обстоятельства, как наши внутренние трудности. Мы не могли, учитывая все пожелания федерации, тренерского штаба, сборной. Если учитывать абсолютно все пожелания, то никак турнир по конференциям и дивизионам у нас не укладывался. Даже те 52 матча. Получалось много спаренных матчей. И здесь вот у нас присутствует весь, и потом вы можете задать вопрос наш статистический гуру, господин Житков. Да, профессор вам потом может рассказать, что и перелеты, как ни странно, по дивизионам были значительно больше, нежели при двухкруговом турнире. Поэтому президент издал распоряжение подумать еще над этими проблемами. Мы были на исполкоме федерации хоккей, еще раз выслушали пожелания федерации тренерского штаба. Мы обратились также к нашим клубам, и клубы практически единогласно проголосовали за вариант календаря двухкруговой турнир. Сразу хочу забежать вперед и сказать о том, что этот календарь этого сезона во многом, как я уже подчеркил, вынужденная мера. И не секрет, что мы уже прорабатываем такие планы уже и на следующий сезон, то есть через сезон. Поэтому все-таки нам бы хотелось вернуться к структуре соревнований с дивизионами и с конференциями. На наш взгляд, у такой системы, у такой структуры больше плюсов, нежели просто у двухкругового турнира. И попутно я все-таки еще разочек, вы, наверное, знаете, но я просто вынужден об этом еще рассказать, потому что идут спекуляции, и даже некоторые хоккейные чиновники приводят в качестве доводов, вот сколько игр игр играется в европейских из океана в лигах, называют цифры, от которых нам, честно говоря, немножко неудобно, потому что если не знаешь, лучше промолчи. Вот такой есть тезис, молчание золота. Так вот, для сведения, меньше 52 игр в Европе из хоккейных держав нормальных практически никто не играет. Австрия 54 матча, Германия 52, Словакия 56, Финляндия 60 матчей играется, Швеция 55 матчей, в Чехии 52. Ну, а нам рассказывали сказки про 42, про 46 и так далее. Вот вам официальная информация по этим странам. Ну и, наконец, Северная Америка, да, в НХЛ вы прекрасно знаете, 82 игры, АХЛ 76, Лига Западного Побережья 72 матча, и несчастная центральная хоккейная лига, которая состоит из 10 команд, и там умудряется играть 66 матчей. Опять же, раздается критика о том, что лига не согласовывает с Федерацией свой календарь и так далее. Ну, господа, я не знаю, откуда вот эта вся болтология берется, да, у меня есть официальный документ из Федерации хоккея России о том, что Федерация хоккея России одобряет представленное нами расписание матча чемпионата ХЛ сезона 13-14 годов. Замечаний и дополнений нет. Данный проект также одобрен главным тренером национальной сборной России. С уважением, исполнительный директор Фесюк. Да, поэтому у нас в лиге все делается скрупулезно, административно правильно. Все мы согласовали, получили одобрямс, и только после этого приступили уже, собственно, к детализации самого календаря. Стартуем мы, как уже и было в прессе, да, никто тайны из этого и не делал. Стартуем мы 4 сентября, стартуем матчем открытия в Лужниках между Московским Динамо и Челябинским трактором, финалистом прошлого сезона. Затем перерывы у нас. Перерывы на Еврохоккей-тур, это два, Кориала и Первый канал будут по 11 дней. Новый год 4 дня, на матч звезд 3 дня, и 7 сентября, День памяти Локомотива, игр не будет. С 30 января Олимпийский перерыв. Игры возобновятся только 26 февраля. То есть пауза в 27 дней. Ну так, напоминаю, что это на 4 дня больше, чем во время предыдущей Олимпиады. Ну а если учесть, мне сегодня, кстати, профессор Житков подсказал, а если учесть, что нам не лететь в Ванкувер, а играть дома, то это уже не на 4 дня, а на 6 больше, да, то есть там сейчас крытый резерв практически у нас неделя. С удовлетворением хочу отметить, что вот в те игровые периоды, когда мы сможем играть в хоккей, у нас всего 6 дней без хоккея. А вот с учетом пауза и хафе и запланированных перерывов с 4 сентября по 4 марта, у нас 62 астрономических дня хоккея в континентальной хоккейной лиге, к сожалению, не будет. Для сравнения, вам Олимпийский сезон 9-10. Там пауза на Олимпийский перерыв была 23 дня, и хоккея по ходу регулярного чемпионата не было 56 астрономических дней. Нас пугали страшилками расстояний, перелетов и так далее. Ну вот скрупулезная статистическая информация говорит нам вот о чем. Итак, на самом деле начинается все страшно. НХЛ 4-часовых поясов, КХЛ 9-часовых поясов. Казалось бы, да, кошмар. И у них расстояние в НХЛ, например, Ванкувер-Бостон там 4000 километров, Ванкувер-Майами 4,5, и у нас Прага-Хабаровск 7,740, Загреб-Владивосток, ну, навряд ли кто-то полетит напрямую. Это 8310 километров, это 12,5 часов беспосадочного полета. А далее все, в общем-то, Прага-Новосибирск 4,500, Загреб-Новокузнецк 4,900, Рига-Новокузнец 3,900. Так вот, что самое интересное, мы посмотрели, а, собственно, сколько же летают, не расстояние брали, не часовые пояса, а просто взяли и тупо посчитали, а сколько же летают клубы в НХЛ. И, честно говоря, вырисовывается совершенно интересная картина. Вот посмотрите, Эдмонтон 82 тысячи километров преодолевает по воздуху. 82 тысячи километров, Ванкувер 72 тысячи, Анахайм 64 тысячи километров, а у нас только Владивосток и Хабаровск переплюнут, будут 94 тысячи и 91 соответственно. А вот все остальные дальние перелепы, например, для Загреба, для Праги, для Риги, для Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Нижнего Новгорода, все это в пределах 40-37 тысяч километров. То есть, все наши клубы, за исключением Владивостока и Хабаровска, значительно уступают Ванкуверу, Анахайму и Эдмонтону. Мы учли просьбу игроков и менеджеров многих клубов о том, что в плей-офф все-таки лучше играть через день. Через день не получается. Посмотрите внимательно, что вы здесь не придумали, не получится все игры играть через день. Поэтому все-таки принято решение, что одна четвертая, одна вторая финала конференции пройдут первые игры спаренные, все-таки будут игры, и уже с финалов конференции, финал чемпионата, вот там уже будем играть через день. Там мы нашли резерв. Но сразу для всего плей-офф, к сожалению, его нет. У нас сегодня в календаре есть такое примечание. В случае, если во всех сериях матчей одной четвертой финала конференции отпала необходимость проведения пятых, шестых или седьмых матчей, то по решению департамента проведения соревнований сроки проведения серии матчей одной, второй финала могут быть перенесены на более ранние сроки. То есть так, как в НХЛ. И на самом деле это будет разумно. Если, не дай бог, конечно, хочется, чтобы поиграли побольше, были шестые и седьмые матчи, но если их не будет, то мы сдвинем начало одной, второй финала на более близкие, ранние сроки, и тогда у команд будет больше отдыха на следующих стадиях плей-офф. Субтитры создавал DimaTorzok